Всем привет! Решила сделать небольшое видео про строительные леса. Если у кого-то уже стоит вопрос сделать себе леса. В принципе ничего сложного, если есть у вас сварочный аппарат. Вот, собственно, вот как они выглядят. Я подумал, посадил, как их лучше сконструировать, чтобы они были наращиваемые не одной стандартной высоты. Это вот как бы нижняя часть основная и лучше дополнительные стойки можно еще выше поднять при необходимости. Потому что стена, допустим, одна у меня пониже, а вторая где-то метр 4-5 выше. И чтобы до верха до самого достать, с лестницы неудобно. А леса самый оптимальный вариант. То есть профиль 30 на 30. Вот он. У него вставляется классно 25 на 25. Они как еще служат направляющие. То есть они входят. Тут сколько сантиметров. Я уже не помню размера. Ну, сантиметров 13, да. Выходит и туда еще несколько сантиметров внутрь. Запустил, обвалил. И они как направляющие, чтобы сюда одеть этот этет дополнительно, если надо повыше поднять. Вот, а сам он свален в стойке 30 на 30. Перемычки 25 на 25. Я сделал с таким расчетом, чтобы можно было доски ставить и сюда, и сюда. То есть промежутком где-то сантиметров 50 я делал. Вот. От доска у меня пятидесятка. Потом позже покажу. Сам вот эти вот боковые перемычки 20 на 20. 20 на 20. Вот. Что я сделал? Свалил каркас. Потом дырки просверлил. Взял болты длинные насквозь, чтобы они не обломились ничего. Просверлил насквозь. Отсюда застунул болт. Обвалил его. Гайки взял такие, чтобы можно было легко рукой откручивать, закручивать. Они бывают разбалтываются, когда стоишь. Я их подтягиваю. Вот, чтоб не бегать с ключом каждый раз. Открутил, закрутил. Все. Она стоит четко. Это вот поперечины две. А укусины, самый важный момент. Один болт делается изнутри. Для чего? Я сделал по такому принципу, что они как бы соединяются тоже болтом. И болт нагухо завалил, чтобы не раскручивался. Вот. И когда собираешь конструкцию всю, чтобы укусины не выводило, чтобы они не погнулись, чтобы они были в одной плоскости. Вот это идет по одной плоскости. А внутреннее идет один внутренний болт. Снутри закручивается. А второй снаружи. И укусины они не перегибаются. Они идут в одной плоскости. То есть, если бы я привалил этот болт снаружи, это был укусин, она бы выгнулась. Она бы кривая вообще. Это самый важный момент, если кто будет делать такое. Вот, сейчас я буду ставить вторую часть, потому что я хочу утеплить вверх, сверху начать. И не достаю. И буду первый раз пробовать. Уже вторую часть поставлю, как она будет выглядеть по устойчивости. На этой тониске я уже работал неоднократно. Она видно, что вся заляпана уже. Вот. И потом уже посмотрю, покажу точнее, окончательной, как она стоит. Ну вот, леса собрал. Вот они выглядят. Доска пятидесятка. С этой стороны я, как бы, что было под рукой. Уголки прикрутил. Там и доски, чтобы она не съехала с двух сторон уголки. Я нахожусь плотно. Я уже доска никогда не съедет, не вывалится. Доска пятидесятка. Стоят они довольно-таки нормально. Но в любом случае надо фиксировать, чтобы они, не дай бог, не поехали. Такая высота все-таки. Я вот там вот прикрутил. Сейчас подумаю, с наверх все покажу. И всегда, насколько я работал на лесах, где-то на объектах. Сюда лучше зафиксировать к стене, чтобы они не поехали и не упали. Вот. Вот эти педеи кладины, как бы, для настила. Они служат своего рода еще и лесенкой. По ним подниматься. И вот сейчас поднимаемся наверх. Высота общая их. Три метра вот сейчас из двух частей. Вот. Все. И наверху. Вот. Довольно хорошо чего стоят. Прикрутил вот. За эту арматуру, чтобы трубу держать к стене, чтобы они в ту сторону не уехали. И все. И вот я свободно уже достаю. Порядка где-то на высоте, где-то два с половиной метра я стою. Максимальная высота вот до сих пор три метра из двух частей собранных. Вот. Я сделал с тем расчетом, чтобы, ну, везде поднять можно было спокойно и достать. Ну, теперь буду утеплитель купить по стене. И везде будет доступ. Единственное, что с этой стороны, или я, когда начал собирать, потому что вторую часть купера собирал, вот эти болты на поперечина, почему-то привалил с этой стороны. Или что-то там, ошибки о чем-то. Думаю, как-то собрать. Вот. Получилось так, что вот это с этой стороны с одной золька, а не изнутренней. Но это не важно, потому что она все равно держится. Ну, а та перемычка, как обычно, укусена. Так же крест-накрест, так же держится. По тому же принципу, что нижняя часть, так же здесь бок приваленный. Ну, это свалил из кусков, потому что не хватало. Я просто надращивал. Вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok